Всем привет-привет! С вами канал Артмания! Я вам очень давно уже обещала, что мы будем с вами все сумки разбирать вместе, но где-то там не получалось, что-то там с одеждой не очень получалось, потому что как-то я это даже не мерила, просто, которая старая была одежда, я просто складывала в пакет и раздавала людям. То есть не за деньги, а просто вот отдавала за вкусняшки. Это будет, кстати, отдельный ролик. Но тут накопились пакеты у меня с полотенцами, налочками, я не знаю, простынками всякими, какие-то там маленькие, какие-то оборванные вот такие вот полотенчики, и эти мешки были просто в такую большую, в большую просто полку, просто впихнутые, которые не помещались, они лежали просто там в шкафу-купе у меня просто на полу. И уже, знаете, сегодня мне уже просто это все надоело, я поняла, что я никогда в жизни их в итоге не разберу, и решила разобрать вместе с вами. Вот, Дима меня уже тут достал, такое маленькое полотенчико. Такое полотенчико, в принципе, его можно и выкусить на тряпочке, потому что я сейчас начинаю отходить от тряпок, которые покупают обычно в магазине, и потом они мне очень быстро начинают вонять. Мне проще какую-то взять тряпку, потом ее постирать, и потом ею снова пользоваться. Мне так проще, я не люблю много денег тратить на что-то такое, которое нужно покупать каждую неделю вот срочно. Вот, я не знаю, наверное, я либо его пущу, скорее всего, на тряпочке, либо я положу его под столовый прибор, и там есть у меня под ним полотенчико, но там где-то у меня второе должно быть полотенце, их есть. Если оно туда не поместится, то на тряпочке. Сейчас я хочу просто все разложить вот так вот по пакетикам, не по пакетикам, а по стопкам. Как-то вот все это надо сформировать. Потому что пакеты здесь вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обалдеть. Да, ты мне будешь помогать? Да. Есть вот такие, есть вот такие вот маленькие, не знаю, полотенчики. Не знаю, расскажите вот честно, кто туда тратит вот такие полотенца? Не тратит, вернее, а вот как им пользоваться? Когда Дима был маленький, да, там быстренько раз, раз и вытерешь. Но сейчас делать из него тряпку, ну, оно красивое, жалко. Вытирать руки просто на кухне, оно быстро становится пачкается, быстро становится мокрое, его где-то сушить надо. Как-то это очень быстро, я люблю попозже полотенца. Вот, оденем мы будем с тобой скрывать. Пока их просто сложим, и они у нас с тобой будут лежать где-то, да? Да. Может быть, даже, наверное, вот к этим, пускай в ту стопочку. Так, это как раз полотенчик у меня под приборы второе, то есть у меня одно вот такое, первое, мне свекровь подарила, и вот такое же у меня второе. То есть вот оно ложится, и тут сложится прозра... про... с дырочками корзины, с прибором. То есть если она не мокрая, она как бы впитывает в себя, а шкафчик не будет мокреньким. Вот это мне нужно уже поменять, кстати, там. Я его отложу себе сюда. Так, это у нас с тобой навочки. Навочки у нас отдельная тема, они будут отдельные. Давай, Дима, помогай, маме. Вытаскивай, что еще там есть? Так, это у нас тоже навочка. Это тоже навочка. Видишь? Сейчас вот еще находится, у нас много-много навочек. Давай, сейчас нам дольку. Полотенчики. Так, вот еще два маленьких, кстати. Вот это вот... Пока не поваляешь, нет, не попользуешься. Вот это, кстати, хорошее полотенечко, я им пользовалась на кухне. Так, это у нас для кухни стопка. Это, ну так, я тоже пользуюсь, кстати, на кухне, но оно такое маленькое. Но оно такое, кстати, из 90-х годов. Оно очень такое плотное. Это бабуля мне подарила моя. Наследство досталось. Он, правда, такой плотное. Бабушка, оно маленькое. Так, его мы положим к маленьким полотенчикам. Это полотенце уже мое, любимое мое, которым я вытираю личико, зайчиком. Это моя мама мне подарила. Даже вот здесь вешалочка. Да? Это у нас полотенце, которым мы вытираем лицо с тобой, да? То есть вот я хочу разложить, знаете, как на этом пакете? То есть вот так одно мое полотенце, другое, Димина, как бы так вот свернуть вместе. То есть я раз их вместе достаю, и сразу нам Дима вместе меняют. Я хочу делать вот так. Так, это у нас тут у нас. Это туда. Там все. Ага. А, тут у нас пледик тоже бабуля подарила. Мы его оставим, наверное, в пакете. Он, кстати, очень такой тяжелый. Не сказать, что он там тепленький, но он тяжеловатый прям, реально. Не знаю, пускай он пока будет там. Куда-то его потом нужно будет приспособить. Так, давай вот так вот так. А, здесь у нас... Здесь у меня мое второе постельное белье. Второе или третье. Мы его мы не будем распаковывать. Он там лежит, там, по-моему, все правильно лежит. Так, здесь у нас большое. Кстати, вот это вот полотенце. Это из моего детства. Смотрите, как оно хорошо выглядит. Это вот полотенцем вот этим мама меня вытирала с рождения. Я им довольно долго еще пользовалась. Потом Диму вот мама. Она была у мамы. Вот Диму помоют, они его там этим полотенцем вытвывают. Вы представляете, вот полотенце этому уже больше 20 лет. Больше 20. Из 90-х там. Из далеких там 80-х даже годов. Представляете, какое оно хорошее до сих пор качество. Оно даже не тонкое, смотрите. То есть оно особо даже не просвечивает. Оно прям вообще мягкое. Оно вообще прям такое мягкое-мягкое. К нему у меня прям особая трепетность. Какое-то оно особенное такое. То есть оно не порвалось за эти годы. Не протерлось там, да? Так, ну это у нас большое полотенце. Мы им пока пользоваться не будем. Оно, то есть мама мне его отдала, если у Диму, допустим, полотенце что-то случится, то есть запасное полотенце. Это как на запас. На запас. На запас мы с тобой будем кладать отдельно. Тоже так же я хочу сделать отдельно, где будут у меня запасы. Давай тряпочком. Сейчас я уже влезу, лезу, лезу, лезу. Маленькие полотенчики, пускай они будут с маленькими. Дима, помоги, пожалуйста, маме. Так, а, ну тут вот Димина полотенечко. Оно уже превратилось в тряпочку. Его когда-то я покупала в фикс прайсе, было прям Димина такое полотенечко. Оно было чистенькое, хорошее. Однажды пришла ко мне в гости бабуля, а мне надо было куда-то уйти к врачу. Она пришла, чтобы посидеть с Димой. И она решила этим полотенчиком протереть пыль. Не знаю зачем. Ну, видела маленькое полотенечко, оно протерло пыль, и оно потемнело. Оно просто потемнело, превратилось в какую-то тряпочку. Я его стирала уже много раз. Стирала и так, и сяк. Который лезет? А, ну мы его, кстати, мы его отправили в садик для матьянок, точно. Я увидела, тут у меня подписано. Тогда мы его не будем пока никуда девать. Потому что садик если потерять, то хотя бы не так жалко будет. Потому что, кстати, допустим, я говорю Димина, так, мы с тобой его положим пока в тряпочки. Потому что зелено не моет. Кстати, вот это полотенце у меня в руках находится. Это полотенечко я когда-то в детстве брала в садик свой, когда ходила в садик. И я помню, как однажды оно потерялось. Его какой-то мальчик забрал себе. Я как бы забираю полотенечко домой постирать, и нет. Я говорю, мам, там нет полотенца. Как нет? Оно должно висеть. А его нету. Его очень долго-долго-долго не было. Потом оно появилось на вешалке. Я его увидела, забрала себе в шкафчик, принесла домой, сказала, мам, я его больше в садик не возьму. Ну, оно мне тоже очень-очень нравится, из моего детства. А где было полотенце? Мальчик его забрал. А его мальчик забрал себе домой. Взял и забрал. Не знаю, мам, может, это уже не то совсем полотенце. Но оно единственное там было в этом садике. А зачем забрал мальчик? Так, дальше поехали. Тут тоже полотенце довольно хорошее. У меня все полотенца, кстати, из моего детства, из 80-90-х годов почти. Дима, не хулигань, пожалуйста. Ну, так полотенце тоже еще можно пока оставить. Это вот так вот. Дима, не надо, пожалуйста, я прошу тебя, не надо хулиганиться. Я раскладываю, как мне надо. Так, а вот это, кстати, еще такое есть темненькое. Я хотела его оставить, когда гости приходят. Я его тоже, наверное, отложу, чтобы гости не вытирали руки, а мою, допустим, полотенце. Потому что гости разные, моют руки по-разному. Если у меня муж помоет руки, вытрили на мое полотенце, у меня полотенце сразу начинает вонять. То есть, ну, как-то вот так вот просто и все. Это я оставлю для гостей, она темная, как бы. Ну, если спачкаться, она постирается. Хотя он, кстати, очень не такой классный, чем-то, не знаю, может, не оставлю. Так, тут что? Ну, тут тоже маленькое полотенчико просто. Обычное. Красивенькое. Давай. Так, ну, тут, конечно, у нас были большие полотенчики. Я их по бокам отрезала, потому что они порвались. Их надо прошить. Мы их отложим в бок. Сначала нужно будет прошить их. Так, это полотенце для моей головы. Это мы сюда кладем. Так, тут маленькие полотенчики совсем. Ну, вот они беленькие, как бы такие хорошие. Только маленькие. А, тут вафельное, это мое полотенчико. То есть, вот, смотрите, я положила, то есть, мое полотенце Димина. Димина маленькая, но пока маленькая. Маленькая. Вот. Опять же, я нахожу свое полотенчико, кладу сверху. Сейчас мы найдем где-то на Димину. Так, ну, это мы оставляем. Эти вафельные полотенчики. Но потом не очень люблю такие. А, тут прям целая. Там это, смотрите, какие красивые. Это еще бабуля. Наследство они мне подошли. Когда-то там покупала себе, и так она ими не воспользовалась, не успела воспользоваться. Они достались мне. Их тоже, скорее всего, отложу, потому что полотенца сейчас у меня есть. А когда мои полотенца совсем станут дряхлые, то я возьму вот эти вот новенькие. Тоже сюда положим. Ну, вот эта вот, кстати, тоже новенькая. Я один раз им воспользовалась. Оно было точно таким же, вот это полотенце. Один раз им воспользовалась. Смотрите. Оно как будто вообще стало потропанное, как будто старое, там потопное, не знаю какое. Так, это... Это вообще, кстати, были салфеточки. Я ими накрывала раньше. Хлебопечку. Даже не знаю, куда их приспособить. Наверное... Как полотенце они не очень, а как салфеточка. Ну, у меня салфеточку откуда? Их, кстати, две штуки, да. Их две штуки. Но я даже не знаю, куда их можно приспособить. Я даже не представляю. Не знаю. Ну, пока отложим, пускай будут. Если совсем будут тяжелые времена, когда я не смогу купить полотенца. Это вот маленькие полотенечки. А мне нужно вот так, а где-то вот так. Ну, я сюда, потому что я его пропускаю здесь. Потому что надо его прошить сначала надо. Так. Здесь вот полотенце. Это, конечно, хорошо бы... Это очень большое, очень длинное полотенце. Оно еще спит новым с каким-то. Его, значит, надо постирать сначала. Хорошенечко замочить, постирать. И его нужно обрезать и прошить. Она еще один. Ну, выбрасывать я не буду. Я не выбрасываю ничего. А это джимина? Потому что оно хорошее. А джимина? Нет. Мы его, значит, кладем с тобой вот сюда. Малина? Да. Тоже не один? Маленькое полотенечко. Вот, смотрите, еще одно. Оно, кстати, с пятнышками. Я, видимо, рот вытирала после малины. Малина, оказывается, как выясняется, такая очень. Не ассируется. А, это я прошивала уже, шила сама, резала, прошивала. Ну, это, кстати, я на тряпочке, наверное, пущу полотенечко. Или, ну, ладно, пускай она пока лежит с маленькими полотенцами. А если у меня закончатся тряпочки, будут нужны. Обычно такого не бывает. Тогда его, либо его можно использовать как полотенечко. Я покупила большое просто полотенце такое, его вот так разрезала, прошила. И все. Ну, все, у нас еще один пакет, Надя, пакетик. Да, ты выбираешь. Посюда. А, ну, вот, в принципе, это второе, их было три штуки полотенечко. Здесь вот даже есть аппликация небольшая. Здесь вот даже кису нет. Кису есть вот. Ну, их можно оставить, да. Куда-то там использовать их можно, в принципе, всегда. Вот, какие они пыльные. После ремонта все лежат там. Ну, они были, конечно, лежат в пакетах. Всем, кто сказал мне, будь здоровы, спасибо. Так, тоже тут маленькое полотенце. Кстати, он мне очень нравится. Тоже такая аппликация интересная. С кувшинчиком, с молочком, прям такое вот детское-детское. Тоже его оставим. Ну, может быть, когда-нибудь, для чего-нибудь мне пригодится. Ну, смысл выбрасывать? Ну, смысл избавляться. Они уже грязные, уже пользованные, да. Это полотенце мне подарили мои родственники на какой-то праздник. Сказали, что когда я буду ухаживать за своим личиком, то потом, чтобы вытерла лицо именно вот этим. Значит, поначалу я это вообще не поняла. Потом я поняла, знаете, когда маску, перененную маску, наложила на лицо. Смыла ее. Но так получается, что где-то тут волосы смываешь очень плохо. Когда вытереть своим белым полотенцем, то остается вот это вот на полотенце все. Тогда уже я поняла эту суть, что все-таки нужно отдельное полотенце. Ну, при этом темненькое, то есть это не так видно, хотя бы. Вот, его я, наверное, отложу, потому что скоро собираюсь сделать масочку. И пускай она у меня будет отдельно лежать. Да, отдельно мы его поднимаем. Вот одна полотенца. А, вот сюда вот, да. Дима, тебя не видать там? Ты показываешь, иди сюда поближе ко мне. Показывай, рассказывай. Вот полотенце, оно которое вытирает. Которое вытирает? Да. Тут вот еще такая же маленькая. Я говорю, у меня маленьких полотенцем очень много. Мне там все раздавали, да, Каша, забери, 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 забери. Тебе надо. Показывай, да. Тут вот есть маленькие какие-то. Я что-то зачем это купила? Ну, их я тоже, наверное, уберу пока. А потом, может быть, их использую на тряпочке. На тряпочке. Пускай пока лежат, потом достану. Все рассказал? Да. Ну, видите, розовенькое, голубое было с лебедями. Как-то жалко, пусть лежат. Может быть, ротик там вытирать потом пригодится. Полотенце. А, это вообще... Вот полотенце сама разлаз. Да, мы его разрезали, но тут еще нитки, потому что его стирала недавно. Эти нитки надо обрезать, его прошить надо тоже, да? Ну, потому что полотенце хорошее, по бокам-то оно не очень было. А так оно хорошее. Ими же можно пользоваться? Можно. Так, тут не надо пробки. Я лазил и тут. Так, здесь у нас в чем? Тут у нас наводочка старенькая. Тут у нас, по-моему, две наводочки. Это для новой Диминой подушечки. Диме бабуля подарила, прабабушка, вернее, подарила подушечку, перьевую, такую маленькую, такую компактненькую, хорошенькую. Вот это для нее тоже. Маме это, Маме подарил. Вот это прямо на сегодня. Да. Здесь тоже наводочка. Это от моего предыдущего комплекта, кстати. Вот она, под одеяльник, наводочка. А простынку забрала свекрот и куда-то ее подевала. Выкинула ее. И у меня, получается, у меня был полный комплект постельного белья, а теперь нету простынки. И как-то ни туда, ни сюда. Просуешь повод. А это просто тряпочка. Это такая была простынка, но мама отдала мне запускать тряпочку, тебя будет. Так, вот здесь вот это мне дедуля принес. Сейчас покажу, что это. Записка. Это халат. По-моему, мне кажется, даже это врача какого-то или больничный. Такой вот халат с длинными рукавами. Притом принес мне другой дедушка, не дедушка, который у меня был врач, а другой. Видимо, когда бабуля лежала в больнице, может быть, он покупал его где-то или, может, выдавали, может, случайно забрал домой, я не знаю. Прочит, такой халат, он прям такой вот тряпочный. Его я, наверное, просто оставлю, пусть он будет. Хотя халатами, честно говоря, я не пользуюсь. Мам. Почему? Мам. Ну, кто ты ее разложил-то? Поэтому мы ее положим пока вот сюда. Там еще записка. Да, но надо-то. Не надо тогда, где-нибудь вытаскивать, раздель. Не умеешь складывать. Это была просто навлочка была, дырявая. То есть, ну, мама отдала. Мы их не выбрасываем, а просто на тряпочки всякие пускаем. Там тряпочка протереть пыль, там тряпочка положить куда-то, тряпочка там что-то, это, это, это. То есть, ну, смысл. Тряпочки же всегда нужны, да? Это вторая от нее. Это просто на тряпочке. Ну, если вот, уберем. Это на тряпочке. Это на тряпочке. Если мне тряпочка понадобится, я смогу ее отсюда взять. Ба, сколько у нее штук-то таких? Так, это я положу отдельную тряпочку. Так, тут. Тут у нас фартук. Это, по-моему, не помню. То ли мама шила маленькая была, то ли я была маленькая шила. Ну, такой фартук, он, кстати, Диме очень подходит. Фартук. Да, ну-ка. Я уже на тебя его одевала. Поменьше был маленький? Ну, подожди. Готовить, когда будешь? Ну-ка. Смотрите, как-нибудь. О, красавчик. Или посуду быть, вот будешь? Готовить, будешь? Зеркало. Иди в зеркало посмотреть. Ну, тут осталось уже поменьше. Остались тут налогочки такие для больших подушек. Их мы тоже не будем пока выбрасывать никуда. Большие подушки остались. Их куда-нибудь, наверное, надо отправить Жене. Женя пользуется у нас большими, такими вот, огромными подушками. Наверное, их туда. Либо, наверное, у меня подушка старенькая, уже очень-очень старенькая. Я на нее одеваю, не знаю почему, свекровь меня так приучила. Одеваю по две, по три налогочки. Ну, вот можно, наверное, как на нижнюю одевать вот такую налогочку. А потом остальные. Как раз их... А, ну, как раз их три штуки. У меня три комплекта постельного белья. Как раз в каждое белье я ее и положу. Пускай тут пока будет. Так. Тут у нас еще... Это я уже не помню, что у меня тут. Ну, какая-то тряпочка. А, с вышивкой. Это была... Это была у меня навочка. Это у меня вот, смотрите. Какая вышивка офигенная. Это была навочка, одета на мою подушку. Ну, свекрови срочно понадобилось. Какие-то тряпочки. Она сняла с подушки эту налогочку и просто ее вот разрезала. Этот кусок я потом где-то нашла. Причем он уже вот грязный, уже все. То есть она им тоже, видимо, что-то вытирала. Остальные кусочки я тоже бы находила. Честно говоря, это было очень сильно неприятно. Это было очень сильно неприятно. После этого я, конечно, начала прятать все. Даже постельное белье прятать все абсолютно. Ну, потому что лежит налогочка. Она очень красивая. Она мне нравится. Вот. Ну, такая она прям классная. Она я взяла просто разрезала. Ну, наверное, я эту вышивку оставлю. А тряпочки вокруг нее надо разрезать и пустить уже на тряпку. Наверное, сделаю так. Положим ее сюда. Дим, просто носишься. Не надо, неси обратно. Не надо, полегается. Так, тут уже тряпочки такие. Это был мамин халатик. Здесь даже прошивала я на швейной машинке. Был мамин халатик. И мама выбрасывать его не стала. Разделила на тряпочки, отдала мне. Я их прошила. Ну, такие тряпочки. И что-то где-то подложить, потом постирать. Ну, то есть не пыль простирать, не стол простирать, а такие вот. Они мне после беременности, после родов, вернее, очень пригождались. Хорошие тряпочки. Так, халатик. Так, халатик. Сюда положим. Таких халатик. Их было очень много, но что-то потерялся. Вот два я вижу. Да. Третье вот. У них что-то размеры прям разного. Третье вот. Это там еще защит. Я тут. А, еще взял, да? Давай его уберем, что-то. Сосед. Ну, а что, у тебя будет валяться, что ли? Нет. Так, ну, вот еще. Широкенькая, длинненькая. Ну, такие вот, что-то там подтереть, подложить, допустим, что-то где-то вытекает, там, я не знаю. Ну, что-то я даже уже не помню, зачем она их давала. Может быть, пыль вытирает. Ну, что-то мне они очень нравятся, они мне как-то напоминают такое детство. Мама в нем всегда ходила, наверное, в халатик, когда была маленькая, какое-то оно такое напоминает. Давай я возьму. Положим, спасибо. Динь. Ты устал? Нет. Не поспит. Один, два, три. Так, ну, вот это мы складываем пока. Динь, десять, семь, восемь, десять. Один, два, три. Так, это у нас уже одежда получается убираем. Так, тут тоже мама дала тряпочка. Это, кстати, была простынка очень красивая, тоже моего детства. Но они, конечно, уже не дожили до наших лет. Это тряпочка. Мы ее потом тоже пустим на тряпочке. Так, здесь чего-то мне бабуля давала. Вернее, дедуля от бабули оставшаяся. По-моему, даже это простынка, мне кажется. Да, да, да. Наверное. Да, это простынка. Мы ее оставляем на всякий пожарный, потому что такие простынки отдала Диме. Когда он был поменьшен, как раз он как раз какается, а если ребенок обкакается, то эта простынка вообще не отстирывается. Сколько бы она не стиралась в машинке, с порошком персил, она не отстирывается. Поэтому, ну, их не жалко, они старые. Ее мы отложим сюда, пускай она будет. А я тут, Дима, обкакал, что ли, простынка? Так, тут какая-то, я не знаю, я вижу здесь, как же ее, марля. Ну, ладно, у меня все там, я ее отложу туда. Можем посмотрим, что здесь. Так, налочки еще две штуки. Это, кстати, тоже с моего детства, очень красивая. И потом расформируем по пакетам. Так, тут тоже налочка старая. Дима, не надо, пожалуйста, полегайте. Так, тут еще одна, марля. Еще одна, марля. Так, здесь что-то красивое, причем, кстати, я это уже давно замечала, видела эту, не знаю, что это такое. По-моему, это простынка даже. Мне кажется, она такая маленькая. Она узенькая, или это ткань, что ли, просто. Бабуле, может быть, она очень любила шить, вязать, она очень много шила одежды. То есть, ну, наверное, это просто ткань, или ткань, или, может быть, это, знаете, что, может быть, это, типа, как, как же ее, господи, штора. Сейчас мы снизу посмотрим. Что она тут нам снизу покажет? Штор. Нет, не штор. А что? Может, штор, может, даже подцепляла на ее. Либо это штора, либо ткань. Но она очень плотная такая. Ну, я не знаю, что с ней делать. Здесь вот где-то, а, ну, где-то у меня лежит этот. Кривало? Вот мы мне сюда положили. Вот это вот. Ну, здесь вот у нас получается, здесь у нас получается пододеяльник. Ну, кстати, мне очень нравится, он такой очень прям, такой классный. Я помню, когда бабуля Лидия приезжала в гости, я помню, я один раз его достала, и я ему открывалась, она у меня одеялко постелила, заправилась, я ему укралась, мне прям вообще так нравится он. Ну, его тоже отложим. Он в хорошем состоянии. Он потом, 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 потом еще пригодится, еще мы слишком молоды, да? Еще до этого нам далеко, далеко, далеко. Так. Давай дальше поехали. Конечно, с пакетом все заканчивается. Здесь тоже что-то дедури не надавал. Что-то вот я не вижу только наших с тобой полотенец совсем. Даже они у нас подевались. Так, здесь у нас, по-моему, скатерть, тканевая скатерть на стол. Ну, не знаю, она не так напоминает. Да. Она тоже небольших, кстати, размеров таких. Небольшая. То есть, ну, мне дедуля давала, она еще с дырочками. Давала еще две большие, но они огромные такие скатерти. На стол я их приспособила, то есть, под постельное белье на матрас. Не знаю, мне так удобно, меня мама всегда приучила, матрас надо накрывать большими тряпочками, чтобы его не запачкаться. Не знаю, я так привыкла уже с детства, мне так удобнее. И потом все вместе просто стираешь и все. И так простынка, она хоть не вылазит раньше времени. Вот здесь она вообще прям короткая. Не знаю, ее просто уберем. Пакет, наверное. А вот и дедушка есть. Здесь, по-моему, тоже покрывай. Не покрывала, а какая-то грязная. Какая-то... Ладно, так вообще шкафом пахнет. Дом, шкафом пахнет. Понимаете? Это, как, господи, скатерть. Да, снова скатерть на стол. Ну, мы уже не пользуемся, конечно, скатертью. Почему? У-у-у, ну какая грязная я. Короче, я на стирку отправлю. Если она не отстирается, то... Это кто его спачкает? Гости приходят, когда все время роняют что-то, пачкают. Постираем, замочим, наверное. Это Лиля там все. Лиля. И постираем, да? Это Лиля там все. Гости, когда проходят... Это только у меня. Они же не могут есть нормальные. Парик потащил руку, уронил стакан соком. Разрился. Понес туда руку, вино уронил. Начинаешь брать салат, батюшка, салат есть уже на столе. Мы же не можем есть аккуратненько, правда ли? Да, не можем. А уж мужчины, не знаю, у меня ребенок и муж, я не знаю вообще, как они едят. Поели все крошки на полу. Все на полу. Вот только помыла полы, все сделала чистенько. Все опять на полу. Так, вот сюда. А здесь у нас вышивка. Это осталось от бабули. Бабули уже давно-давно нету. Сначала я хотела от этого куда-то продать кому-то. Сейчас я передумала. Это давайте я хочу сделать отдельный такой маленький... Сделать какую-то маленькую такую коробочку, где будут разные остатки вещей моих, бабушки, дедушки. Аккуратнее. Вот я чую. Аккуратно. Это чтобы резать? Дайди, дай покажу. Вот, то есть она любила шить, это было вот такое вот. Висулечки вон там какие-то. Нашивала, разрезала какие-то ткани. Ну, раньше это, в принципе, было, кстати, модно сделать. Тут есть веревочка. Видимо, как картина, она висела на стене. И они ходили, наверное, любовались. Ну, это ее вышивка, ей это нравилось. Прикольно очень выглядит. И мне нравится. Тоже, и мне нравится. Вот, ее я оставлю пока. Куда-нибудь положу. Такой-нибудь там, тут был лекочек. Ой, господи. Спасибо всем, кто сказал мне, уставал. Давно просто все это уже не доставалось. Так, пока ее отложу. Отложу, наверное, пока ее в шкаф вот сюда вот. Потому что там у меня лежат многие вещи бабулины. Вот, чтобы она была там, находилась. И потом буду доставать, смотреть. Бабули, конечно, давно нету. Уже. Уже давно. Так, здесь тоже ее какие-то разные салфеточки. Какие-то вот даже перевязаны здесь бантиком. У меня даже этот бантик, честно говоря, даже развязывать не хочется. Бабуля его завязала. Это выглядит так очень хорошо. Кстати, эта ткань, по-моему, даже... У нее была такая же навочка. Вернее, вот у меня есть. И такая же вот простынка, видимо, была. И, может быть, она ее... Сделала из нее такую салфеточку. А зачем? Не знаю, это так мило выглядит, вот честно. Я даже, наверное, ее открывать не буду. Отложу, наверное, в ту же самую коробочку, где бабулина одежда. Ну, не одежда, а где вещи бабулины. Кто знает. Туда уберу. Буду потом иногда доставать, смотреть. Это вот бабулечка моя завязала бантик. Вот она там нарисовала. Бабулечка там. Такое. Так, здесь какие-то... А, здесь просто тряпочки бабулины, которые... Ну, все нашивали, мне кажется, наверное, в достойные времена не было ничего, да? И все нашивали какие-то, разрезали тряпочки старые простыни. Какие-то просто, они, может, покупали. Или там наловочки, может, разрезали. Наверное, все это делали. Вот они у нее здесь тоже такие есть. Ну, и их отложим на тряпочки. Может быть, я их прошью и сделаю, наверное, даже, может, платочки себе. Так, вот как носовой, может, платочкой или что-то. Так, здесь вот тряпочка какая-то, она грязная, с пятнами ее стирать. Тут грязная с пятнами стирать. Здесь тоже просто стирается. Вот, тут тоже грязная. И тут какая-то прям симпатичная. Она тоже с пятнами. Наверное, мне кажется, их стелили. Когда кушали, я помню, она всегда давала многим что-то постелить. Какие-то очень красивые салфеточки, я помню. Мне всегда так было жалко. Так, это там майка мамина, что ли? Нашлась. Что-то тут вроде как будто вышивка. А, вышивочки, да. А, это она своей фамилией, снарно-пуссой. И Леолита вышила себе. То, что это ее. Наверное, если потеряется, там все кто-то там заберет. Мне, наверное, очень ценились, может быть, эти салфеточки. Эту салфеточку тоже, наверное, не буду ее стирать. Тоже отправлю туда в шкатулочку. Здесь все бабулино. Там остались, наверное, ее, может быть, частички рук. Какие-нибудь там. Че-нибудь там, я не знаю, такое вот. Так, здесь что? А, это полотенчик у меня кухонное. Да, с вами мы перебрали. Кстати, было столько пакетов. Да, что-то очень мало получилось. Так, здесь, значит, у меня... Вам, наверное, не видно. Вот тут что у меня происходит особо? Тряпочки, так, навыки на потом. Полотенчики. Постирается. Здесь что? А, это там разложить. Это вот что-то кухонное. А, вот кухонное у меня точно. Кухонное. У меня еще пол-ребенка там только запирал. Тут тоже тряпочки. Это я, наверное, на тряпочки пущу. Тряпочку. Сюда пускаем. Так. А, ну это вот тоже маленькое полотенчико. Оно грязненькое, старенькое. Его тоже, наверное, на тряпочки пущу. Чтобы вот стол вытирать, как я говорила изначально. Ух. Тут, ух. Это, кстати, это такая определенная вещь. Когда Дима был маленький, она была сначала у мамы. Дима, когда был маленький, и так получилось, что не сувенивчик, а вот этот вот нагрудник только у меня был. И второй покупать не стала. Ну, смысл. И мама думала, ну как же ребенка сделать так, чтобы вот он не пачкал себя здесь, кушал, но не пачкал. У него было вот такое полотенце, она ему на голову так его одевала. Иди сюда. Я тебе покажу, как это было. Это было примерно вот так одевала она ему. И то есть у него было вот здесь вот все чистенькое. Спереди вот там как-то. Или вот иногда было это по-другому. Было иногда это вот так. Сейчас покажу. Иди сюда. Повернусь лицом к камере. Или было, то есть вот складывалось вот так пополам. Вот так мы одевали. И сзади просто завязывали. Ну, все-таки как у себя ляк, что это было, кстати, очень удобно. Очень такая нужная вещь оказалась, да? Вот. То есть, ну, ее, наверное, нужно просто спустить на тряпочке. И все. Вот. Ну, я потом забрала ее уже домой. Не знаю, по каким причинам. Так, здесь вот что-то я смотрю. А, это вот мои майки, в которых я люблю спать. Я себе шкаф уберу. Так, здесь эта налочка. Ну, я их, видите, в принципе, все по виду знаю. То есть, я их визуально все знаю, так же, как и лекарства. Мне проще. Не надо там ковыряться. Так, здесь так долго. Так, здесь что-то такое. А, тоже моя мальчика. Ее тоже. Она у меня уже постянулась, мала, велика, что ли, я не помню. Я ее тоже приспособила для мальчика, для ста, там, или вот дома. Вот так вот, кстати, ходить. Так, носки мои нашлись. Я думаю, куда я ее подливаю? Еще одно полотенце, кстати, тоже с аппликацией. Они прям такие становятся с этой аппликацией особенные какие-то, красивые такие. Тоже Диме вытирала ротик, когда он был маленький. Было очень удобно. Тоже сюда. А, это вафельное полотенце, кстати, где-то, по-моему, второе должно было быть у меня. Это я... Оно, кстати, уменьшилось в размере очень. Оно было пошире вот с этой вот стороны. Это я когда вытаскивала из хлебопечки хлеб, я заворачивала такое полотенце, чтобы оно там остыло, впитало в себя что-то там полотенце. Короче, вот что-то вот такое вот было. Но потом я что-то недолго этим пользовалась. Оно тоже немножко в пятнышках. Не знаю, оставим его, наверное, как кухонное полотенце. Я хочу, наверное, сделать кухонным полотенчиком. Вот сюда. Что-то у меня не хватает полотенца. Так, остался у нас последний пакет. Здесь у нас есть... А, тут больше одежда. Здесь у нас майки такие. Я как-то раз была в такой же похожей майке в каком-то видео. Они такие очень теплые, у них реально очень жарко. Не знаю, даже когда их одевать. В жару жарко, когда прохладно, тоже жарко. Ну, и такие прям качественные, теплые. Это тоже от бабули досталось мне. Так, одежда. Так, ну, давайте сюда будем одежду складывать. Так, здесь вот бабулин. Как это называется, когда готовишь? Опять забыла. Так, ладно. Тут шарф от бабули. Не знаю, дедулин даже может быть шарф. Такие раньше шарфы. Помните, носили мы. Не мы, а ваши дедушки, бабушки. Вы, возможно. Такие вот, я не знаю даже. Я думала от него избавиться. Я помню, что он есть. Но я подумала, потом когда-нибудь я тоже буду старенькой бабушкой. Думаю, может быть он настоящий, натуральный, теплый. Наверное, что я избавлюсь. А то есть его отдам, да, мне за него ничего не дадут. Продать. Ну, мне кажется, сейчас никто не купит такую вещь. Вот. Ну, такой плетеный. У меня где-то еще, по-моему, второй лежит. Вроде я видела. Ну, пока оставим. Он не так много. Ну, кстати, он колючий. Такой. Вот. Ну, да. Тут дедулин мне надавил много разных майк. Как бы. Ну, майки, они будут все равно нужны. Они будут нужны. И шарф, в принципе, будет нужный. Тут, видимо, вот оно такое. Штаны. Вот я хотела, кстати, Жене отдать. А, вот эти, кстати, тоже штаны от бабули. Они вообще были абсолютно новые. Они, кстати, очень классный материал. Он очень теплый. Такой приятный на ощупь. И они стираются очень хорошо. Они прям очень хорошо. Вот он прям попачкается, попачкается. Вот такие вот светленькие пятнышки. Ну, как затрестся просто. Вот такой вот. Вот прям пятна. Постираешь, и они прям идеальные. Блин, ну, знаете, вот такие классные штаны. Они как бы вот свободные такие. Прям вот ходишь, ничего не облегает. Они мне прям нравятся. Я, честно говоря, вторые такие купила. Но они, мне кажется, каких-нибудь, наверное, годов 70-х или 60-х. Навряд ли где-то у кого-то такие остались. Вот. Мне кажется, даже нет смысла искать. Здесь обычные такие гамаши. Ну, здесь тоже, да, такое все. Майки там вот остались. Штаны какие-то. Все теплые, подштанники. Его я не буду, наверное, трогать. В пакетах. Он так останется. Я хранить буду все в пакетах. Наверное, раскладываться в полку я все это не буду. Потому что мне частенько приезжает кровь. И всегда у нас, знаете, как было... То есть стоял большой шкаф. То есть до ремонта, вы помните, какой у нас... У меня стояла здесь стенка. Вверху в стенке такая большая полка. Я помню, разложишь там все аккуратненько. Налочки с налочками. Простынки с простынками. Ну, налочки же видно. Они маленькие, видно же, да? Простынки с простынками. Под изъяльник. То есть вот все, все, все. Вот так по стопочку приезжает свекровь, залазит. Вот просто. Вот так вот. Вот все там переворачивает. Что даже, знаете, шкаф даже не закрывается. То есть когда они сложены, остается даже сверху место. По бокам. То есть все. Я думаю, ба, как у меня мало-то всего. Надо же. Когда она приедет, там вот, блин, вот как будто... Я не знаю, как можно так искать. Меня мама всегда поручала. То есть раз вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп. Вот так вот. И ищешь. Там, ну, не знаю, на ощупь. Если маленькая, это на овощ. Если большая, я обычно трогаю. Если она двойная, значит, это пододеяльник. Если там одна штука, значит, это простынка. Я вот так узнаю всегда. И если в треем прям забыла, что у меня там такое, или они похожи, например. Простынка с пододеяльником. То я так узнаю. А там вот просто. Я приезжаю домой, смотрю, у меня шкаф вот так вот не до конца не закрывается. Открываю этот шкаф, и на меня просто вот так вываливается. И это вообще, я помню, это было нечто просто. Я вставала, опять ставила табуретку. Вставала, залазила наверх, оттуда вот так вот все доставала. Пока несешь до кровати, это все падает на пол. Опять заново все раскладываешь. Туда опять заново все вкладываешь. В следующий раз приезжает свекровь, и опять то же самое. И вообще потом не выдержала, сказала, ну нельзя нормально искать. Ну я же искала. Я говорю, ну как вот это? Ну это как-то, знаете, это вот так вот можно было вот искать. Поэтому я потом для себя решила, что лучше я буду хранить все в пакетах. Это будет удобнее. Если кровь тогда уже не будет лазить туда, она не лазит, Поэтому у меня все постельное белье, все вот это вот хранится, там в шкафу купе, ну, просто чтобы она не лазила, потому что потом мне все заново убираться, это слишком много, я втрачу времени, сил там, то есть это уходит, это уходит время, вот. Ну, смотрите, у нас все, было там сколько, у нас было 7 пакетов, да, осталось довольно малым. Ну, здесь вот остаются, которые на прозапас, потом там, кстати, есть еще, есть еще плюс, наверное, подарок, он забыл показать, это надо было показать еще в прошлом году, я планирую в прошлом году, но я так и не успела, подарок от Сликрови из Сочи, она ездила в Сочи отдыхать в прошлом году, так, это, так вот, кстати, очень классное полотенце, подарила его, я пока не буду им пользоваться, оставлю, пускай лежат. Когда мои полотенца, допустим, станут дряхлые, старые, вот, ну, их же стираешь каждую неделю, почти стираешь там, да, то я буду, достану уже вот такие полотенечки, тут один Диме, один мой, и там есть еще висит Женя, даже вот есть этикетка, вот, они прям такие вообще мягенькие-мягенькие, прям, смотрите, классные-классные такие, они такие, как, знаете, двойные, и посередине, то есть оно вот ромиком, да, и посередине, как будто вот прошита какая-то, каким-то, в ней проложена холофайбер, что ли, как она называется, такая вот, в игрушке-то вот сейчас, или подушки вот из чего сейчас делают, типа такой вот, тоненькой, вот, его я оставлю, его я оставлю на потом, положено на мишку, да, а вот второе полотенечко, маленькое, оно вот для Димы, с мишками, с такими, точно такое же, классно, мне очень, прям, очень просто понравилось, у мужа висит такое же полотенце, ну, прям большое, ну, реально, оно офигенно просто смотрится, какое-то необыкновенное, прям, вообще. Так, а ну, какие-то, а ну, вот еще вафельное, кстати, очень красивое, его больше как на кухне, наверное, сочи, 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 мишка олимпийский, их тоже уберем пока туда. А ну, и вот еще большое, розовое, значит, это мне, наверное. Ну, вытираться им, что-то оно слишком маленькое, для лица и рук оно тоже, а, для лица и рук оно слишком большое, для тела оно слишком маленькое, а для голова оно тоже маленькое. Напишите в комментариях, куда можно использовать вот это полотенце, то есть, ну, у него размер, домашний текстильный называется, так, размер 50 сантиметров на 100, ну, вот, наверное, вот это, уже это метр. Мне казалось, что-то метр побольше. А тут 50, ну, 50 еще, да, а я вам изнанку показываю, вот. Куда это полотенце можно использовать? Очень, кстати, красивое, с кисами, смотрите. А, нет, все-таки, как они делаются-то? А, вот они как стоят, вот, куда можно его использовать? Это полотенце, так и красивый кис, прям такие, все такие стройные, все такие, прям это, да? Особенно, кстати, вот этого киса, вообще обалденная. Так, ну-ка, сколько мы там с вами болтаем? А, сколько? 48 минут, вот это меня затянуло. То есть, видите, вот так вот, чтобы разложить по стопочкам, ну, это час целый. Плюс это сил очень много. При том, то, что, допустим, раньше это было шкаф у меня на верху был, то есть, да, раскладываешь, несешь эту стопку, залазишь вот на табуретку, там, раз наверх вставил, слез, пошел, взял следующую стопку. То есть, вот это вот туда-сюда, туда-сюда, вот лазение тоже. Вот на табуретку становишься, я всегда становлюсь на табуретку, мне всегда страшно. А вдруг я упаду, ой, шатается, да? Идешь, стопку кладешь на место, значит, опять ее, табуретку эту поставил, взял, пошел, там тебя шатает, и там впихнул с трудом. Ну, то есть, блин, на это время уходит, мне просто так, так, опять сюда положили. А, и в этом пакетике были еще, почему я начал показывать эти полотенчики, потому что здесь мыло было, смотрите, какое. А, обалденно. Здесь пахнет апельсином. Здесь что-то синее. Ручной работы с магнитом. А, тут даже магнит. Офигеть, то есть мыло с подарком, реально его так можно подарить. Так, что же оно здесь? Масло виноградной косточки, масло авокадо, витамин Е, там, короче, все такое. С авокадом, что ли. Тут как будто яблочко. Вот, да, так. А, то же самое, кстати, написано. Вот, то есть, ну, кстати, вот, прям классные вот такие мыльца, подарок. Ой. То есть, ну, мы с вами обычно как едем, да, из какого-нибудь отпуска, да, и везем какие-то магниты, посуду, да, там, ну, посуда, да, магниты, все такое. Гораздо проще, мне кажется, привезти, что же мне не видно никак, привезти такое, ну, честно говоря, в последнее время я начала дарить такие подарки, которые не будут у человека лежать где-то в шкафу годами. А чтобы человек, допустим, ему подарили, либо он, это мыло, то есть, он его из мыля, оно закончилось, то есть, вещи это нет, он там мыло у меня вспоминал, да, либо это какая-то вкусняшка. Больше стараюсь вкусняшки, какие-то шоколадки, конфетки, наборы там, конфет, что-то придут, я стараюсь в последнее время вот так. Или там гель для душа, ну, кстати, мне всегда, кстати, угадаешь, потому что одно время мне дарили такие противные гели для душа, я очень не люблю такие. И они у меня, по-моему, даже по сей день до сих пор уже второй-третий год лежат, я просто даже не знаю, куда их деть, мне неприятен этот запах. Вот, куда-то вроде отдать не хочется, вроде как подарок, передарить кому-то мне особо некому, ну, как-то я тоже это не люблю передаривать, и они просто лежат. А, было, кстати, классно, лоу, сочи, сочи. Ах, обалденно, их нужно будет положить, ах, я знаю куда, у меня все ароматные мыла лежат среди моего нижнего белья. Когда заглядываешь туда в нижнее белье, чтобы достать что-то, оттуда открывается ароматный запах, то запах роз, то запах, там они меня так засовывают, и в разных местах, и потом, когда мне надо мыло, я туда просто его открою, и оттуда его забираю. Вот, то запах роз, он мне нравился, одно время мыло не веешь, или дав, а, дав, 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 да, дав. Вот, их я тоже положу, скорее всего, туда. Вот. Что у нас, все, что ли, Дим? Так, ну ладно. Значит, все. Значит, ну, что-то у нас, вообще, кстати, полотенце с Диминой наше, с Димой, видимо, в стирке они, что ли, лежат, потому что у меня лежит там огромный пакет постирать. С одеждой, грязной одеждой мы тоже складываем в пакет, у меня нету какой-то корзины, у меня была корзина, но здесь свою кровь тоже сломала, она как-то туда, один раз я увидела, думаю, как она ее ломает. У нас эта корзина с мамой дома простояла 15 лет, и она была в идеальном состоянии, она даже не была ни сломана, ничего, пластмассовая, хорошая, плотная пластмасса. Привезла я ее домой, и она буквально сломалась за несколько месяцев. Причем я аккуратненько, все, приезжала свою кровь, бас, смотрю, трещина появилась посередине вот так. Потом там дырка появилась, все, думаю, как же так, думаю, что же она с ней делает-то, думаю, топором же бьет. А оказывается, она ее туда засовывает, она не закрывается, она ее закрывает и садится сверху, вот так вот, чтобы она там закрылась. Я увидела, прям вообще в шоке была. Думаю, что делаете, говорю, вы же сломаете, а что она не запихивает? Поэтому я решила, для себя никакой корзины больше у меня не будет, мне ее ставить некуда, проще в пакете. Пакет взял, донес, достирает машинку, туда все, вывалил, там перебрал что-нибудь, там и ответ, хоп, пакет свободный. То есть у меня у сына так пакет свой в шкафу лежит, у меня в шкафу свой пакет, и свой пакет у мужа лежит, тоже там в шкафу. Вот так удобно. Так, разные пакетики появились. Так, и теперь мы будем, наверное, сейчас вот это все складывать и будем пихать, и в конце я вам покажу в том шкафчике, что получилось, наверное, что как. Сейчас вам покажу, что у меня здесь получилось. А то, мне кажется, этот ролик сейчас на целый час точно затянется. Хоть я и пыталась, кстати, быстро разговаривать. Ну вот, смотрите, здесь у меня появилось что. А, здесь тряпочки, которые надо расформировать, вместе с налбочками тоже. Здесь у нас постирать, прошить. Здесь у нас, что-то я уже забывать начинаю. А, кухонные полотенчики, наши с Димой. Кстати, тут еще одного полотенца не хватает. Там тряпочки, здесь налбочки, их тоже нужно расформировать. И здесь на потом. По-моему, так, да? А, тряпочки, а там, да, всякие тканевые тряпочки, полотенчики новенькие там. А, новенькие еще не... А, эти новенькие сюда надо положить, да. И все, смотрите. Все так компактненько сложилось и хорошо стало. А вспомните, мешки стояли, лежали. Вообще был же кошмар. Да? Ну, там, кстати, тоже полотенца висят. Помаешься и вешаешь туда. Так, ну вот, смотрите, у меня все вместилось сюда. Все стало довольно компактно, потому что до этого тут было... Не помещались даже вот эти все мешки. Часть только помещала. Сейчас я аккуратно все сложила. Постельное белье, все-все-все. Вот она там, одежда, грязное белье. Вот у меня. То есть вот эти налочки, которые мы с вами нашли. Не налочки, а скатерти. И плюс, то есть наша старая одежда. Тут, оказывается, много полотенцев оказалось. Ну, то есть вот, смотрите, у меня все довольно тут компактненько так сложено. Вот здесь вот... Ну да, тут еще ходит как раз кофемолка. Потому что она должна, наверное, быть здесь. Пока ее ставить некуда. Там еще... У меня там же спрятанный утюг, за которым он свой крой гоняется последние 10 лет. Прям вообще ужасно. Как мне приходится прятать его постоянно. Потому что она хочет его выбросить. Здесь она считает, что он мне не нужен совсем. То есть моя жизнь вот такая вот. Ну и тут, кстати, вот... Ну, так вот, смотрите. Вот это не помещается никак. Все компактненько. Здесь я уберу. Здесь у нас в основном продукты такие. Макароны. Там все такое. Детское питание Димина. Еще надо, кстати, допить. Тут полка у меня получается в основном пустая. Тут я просто докладываю то, что у меня утаскивает ребенок. А наверху там у меня всякие салфетки, весы. То есть всякое такое. Лампочки там. Что-то вроде вижу. Туалетная бумага там. Ну, короче, всякое такое. Наверху конструктор. Здесь у меня обувка. Плюс там елочные игрушки. Здесь вот по минимуму висит одежда немножечко. Кегуруми. Вот всякие мои сумки. Сумки я очень много. Сумок избавилась. Но вот осталось немножко. Я надеюсь, что когда-нибудь я устроюсь на работу. Буду ходить на работу не с рюкзаком, а именно с сумкой. С нормальной сумкой. Я это очень надеюсь. Поэтому я оставила, которая мне очень нравится. Она уже пыльная, правда. Такая уже вся эта. Я мало с ней очень ходила. Вот тут вот есть. Вот она кожаная такая. Очень красивая. Ну, под кожу глянцевая. Вот. Ну и все. Вот так. Остается здесь чуть-чуть. Вот остался только грязный бельен. Сушилка, которая у меня сломалась наполовину. Но я решила ее не выбрасывать. Не избавляться от нее. Там я уже купила новенькую. Стоит. Мы уже на ней с вами сушили. Это я хочу отремонтировать. Мне кажется, может быть, она летом мне пригодится. Отремонтированная. Вот. Но она не больно мешает. Стоит там. Ну и тут, по-моему, постельное белье. Тут еще пару сумочек. Ну, короче, вот так вот. Не знаю. Надо, короче, вот это вот все куда-то взять. И куда-то вот так вот впихнуть. Мне кажется, это вот так должно быть. Вот. Ну, в принципе, кстати, мне кажется, что шкаф-купе довольно пустоват. Потому что вот тут полка, она пустая. Просто сейчас не убрато. Здесь вот тоже пусто. Ну, тут я сейчас тряпочки положила. Потому что я их разрезать хочу. Вот там что-нибудь такое. Временно они лежат. Вот. Ну, то есть, это вот так вот. Пишите. Ставьте лайки. Пишите, что у меня не так. Вот. Ну, мне не нравятся, кстати, вот эти вот коробки. С обувью торчат. Мне это очень сильно не нравится. Но я не знаю, как сделать так, чтобы это было все компактно. Что это было, чтобы это было все красиво. Вот. И когда я туда залезаю, каждый раз начинаю все заново искать. Я не могу никак запомнить, в какой коробке какая обувка лежит. Раньше помнилась. Сейчас нет. Все. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И всем пока-пока. С вами был канал Artmania.